РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и углический феоктист. Сегодня Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией стихи с 1 по 12, 4 главы 1 послания апостола Павла к фессланикийцам. Тем же уба, братья, просим вы и молим о Христе Иисусе. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело, и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Доходите благообразно ко внешним, и не единого же требовать им. В известной беседе Христа Спасителя с одним из евангельских книжников есть цитаты из Ветхого Завета относительно первой и самой важной заповеди. Далее в Евангелии от Луки речь идет о том, кого можно считать ближним. Итог беседы Христа с книжником совершенно прекрасен. Ближний тот, кто творит милость. Творит ее не по какой-либо иной причине, а исключительно по любви. Но не в этом евангельском фрагменте, ни в каком ином нет инструкций относительно того, каким образом нужно поступать, чтобы стержать любовь, чтобы стать способным реагировать на чужую боль так, как то предписывает делать Евангелие. Более того, когда Господь укоряет своих учеников в сердечном окаменении на страницах Евангелия от Марка, то вслед за этим укором Он не говорит о том, каким образом человек может изменить свое сердце. Укор есть, а рецепта нет. Это удивительно, непонятно и немного обидно. Благодаря апостолу Павлу мы можем понять, почему Спаситель никогда и нигде не дает инструкции по стержанию любви и по борьбе с бесчувственным человеческим сердцем. Апостол пишет, «О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Оказывается, что братолюбию и шире любви человек не может научиться сам, его учит этому Бог. Но Бог никого и ничему не учит насильно. Для того, чтобы начать учиться, нужно этого захотеть, а захотеть можно лишь тогда, когда станет очевидным отсутствие христианской любви в самом себе. Именно поэтому Христос приводит примеры проявления любви, чтобы каждый мог сопоставить себя с теми образами, которые предлагает Спаситель, и увидеть, как далеко мы находимся от исполнения Его слов. Поэтому Христос и обличает своих учеников. Через это они должны осознать собственное бедственное положение с тем, чтобы обратиться к Богу с молитвой о неспослании им дара совершенной любви. Христовые заповеди, если попытаться их исполнить, оказываются очень трудными для исполнения. Выясняется, что никто из нас не способен своими силами стать христианином в истинном и великом смысле этого слова. Для того, чтобы стать последователем Христа, необходимо осознать степень своей зависимости от Бога, предельно глубоко ощутить, сколь сильно мы нуждаемся в Боге, и то, что без Него никто из нас не способен к чему бы то ни было поистине доброму и святому. Апостольские чтения Субтитры создавал DimaTorzok